АПЛОДИСМЕНТЫ Я сижу, меня всем видно. Я поделился. Высокий. Так удобнее. Я для начала сыграю вам два примера, которые помогут проиллюстрировать. Это будет не мало. Это будет не мало. Это будет, минуя отпис «Санат Эмоция», не прелюдия ля-мажор шефа. Два коррозинки КТ. И второй. Когда я играл второй отрывок, наверняка кто-то удивился, почему я играю... Я думаю, меня слышно. Слышно меня нормально? Да. Я потом разойдусь буду еще. Почему я играл Шопена не по-шопеновски? Почему я сыграл и то, и другое одинаково? А в ответ на это я, если я захочу поиграть снова, я вам скажу, а что? В нотах не написано, что эту музыку нужно играть по-разному. Я специально выбрал два примера. Вы слышите, что они идентичны по материалу. Это одна и та же музыка, одна и та же мелодия. по-разному оранжевую. Я скажу, что указаны одни и те же штрихи, одна и та же динамика, одни и те же темпы. И, собственно, самое главное... Шопен со всем, что мы вкладываем в этот образ... Свобода высказывания, то, что мы называем романтизмом. В нотах, оказывается, это не написано. Откуда же мы тогда знаем, что то и другое нужно играть по-разному? Если не из нот. Ответ, в общем-то, только один напрашивается. Мы знаем об этом, потому что нам так объяснили. Нам так играли, мы так слушали, мы к этому привыкли. Мы знаем об этом из нашего опыта. Так играли наши учителя. А они так играли, потому что играли их учителя. И так далее, и так далее. Вплоть до Шопена и Моцарта. Видите, как давно. То есть, эти две разные традиции, классическая и романтическая, дошли до наших дней в непрерывной преемственности. Слуховой преемственности. То есть, каждое поколение слышало, как это звучит. И только благодаря этому мы знаем, что романтиков нужно играть в такой манере, такими приемами, а классиков совсем другими. Теперь переходим к Баху. С Бахом все сложнее и все печально. Потому что эта традиция до наших дней не дошла. В отличие от двух предыдущих. Она прервалась. Было время, когда клавесин сменился под пиано. Было время, когда очень заметно изменилась музыкальная жизнь. Появились концерты. Появился репертуар концертный. Совсем другие требования к музыке. Эта традиция прервала. И потом она была искусственно восстановлена. И чем можно руководствоваться, восстанавливая эту традицию? Тем, что у нас есть, правда? Что у нас есть? Все те же классическая и романтическая традиции. Вот из нее наши учителя и учителя наших учителей и так далее и так далее. Только уже вплоть не до Баха, а до, скажем, Мендельсона. Вплоть до девятнадцатого и листа. Наши учителя во многих поколениях с помощью тех традиций, которые они знали, восстанавливали Баху. Что получилось в результате такого восстановления? Почему нас учат учителя? Чтобы наглядно эту проблему показать, я сыграю вам другой пример. Алибанду из второй партиты Баха. Кусочек. И задам вопрос, который всегда задают. Сколько раз в этом фрагменте изменилась гармония? Такого варианта я еще не скажу. Я еще раз скажу. Четыре. 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 Допустим. Это не однозначный вопрос. Допустим, четыре. Вот кто-то насчитал восемь. Что-то в этом есть, потому что я хочу спросить. И все? Нет. Чувствуется, что нет. А как тогда? В какой конечный уровень? Как часто меняется гармония? Вот если я захочу гармонизовать эту музыку, неужели так? Скучно. Как-то подробнее, да? Вот насколько. Получается, что гармония меняется каждую ноту. А почему так получается? Вот если бы лист написал транскрипцию этой алиманны, предположим, как он любит, да? Вот там гармония бы изменилась два раза. Это всё одна. И вторая. Почему? Потому что появился органный пункт бас. Появился. И на его фоне все проходящие звуки потеряли самостоятельное функциональное значение. Они стали просто проходящими звуками. А вот в том-то и особенность фактуры, в которой я писал Вах, она называется линеарной полифоной. Линеарная, потому что голоса в ней выдержаны строго на протяжении какого-то большого объёма, например, произведения или раздела. Они не появляются и исчезают, как подголоски, а они выдержаны постоянно. Это называется линеарная полифония. Это хоровая по происхождению фактуры. В том-то и особенность линеарной полифонии, что поскольку в ней нет аккомпанемента и не всегда есть органный пункт, далеко не всегда. Каждый проходящий звук приобретает самостоятельное гармоническое значение. Если бы было так, вы чувствуете, хочется по-другому играть? Да, хочется играть более ровно, более текучее. Правда? Потому что гармония стоит, ничего не меняется, на её фоне узоры только. Такая музыка у баха тоже есть, но вот эта не такая. Чувствуете, что когда органного пункта нет, хочется играть гораздо более подробно. Правда? Потому что иначе обидно, что столько красоты пропадает нам. А как предписывает играть баха привычная нам школьная традиция? Примерно так. Ну вот я и поставил в угле. Видите, что школьная традиция не соответствует какой-то очень большой части текста. Почему так получилось? Как школьная традиция предписывает играть баха? Во-первых, она его предписывает играть баха. Почему? Потому что привыкли пианисты так играть. Для пианистов это обычный, нормальный, по умолчанию штрих. А в музыке классиков, романтиков он встречается чаще всего. Особенно в романтиках, которые любили пение на фортепиано. Ну, если мы там привыкли играть легата, значит и баха тоже будем играть. Это раз. Во-вторых, школьная традиция предписывает играть баха, что называется, ровно. То есть, я расшифрую это слово. Как бы всем понятно, а если чуть глубже копнуть, то обнаружим много интересного. Ровно, то есть, одинаково мелкие длительности. Те, которыми выписано нот. Может, шестнадцать. Вот из двух традиций, которые мы слышим, классическая и романтическая. Какая предписывает так играть? Классическая, правда? Почему, мы не знаем. Мы можем исследовать, анализировать, строить догадки. Но самое главное, что мы это слышим. Мы знаем, что так, на. Если я сыграю Моцарта. Вы сразу скажете, фу, даже не задумываясь, почему. Правда? Не то. Не привыкли. И вот, наверное, смешав Баха с Моцартом в какую-то общую старинную кучу, мы распространили на Баха классические средства выразительности. Они слились для нас в какой-то такой общий, средний образ, что-то там старинное, которое надо играть. Я думаю, на том примере, который я показал, понятно, что ровно, но не так. Не так ровно. А здесь сколько раз гармония менялась? Второй. Эти. Не так, как здесь, правда? Совсем по-другому. Бах не влезает в такую равномерную кучу. Он требует агогики. Шопен тоже требует агогики. Но, наверное, какой-то другой. Потому что, если я сыграю... Тоже скажете, фу, совершенно справедливо. Давайте разберемся, в чем разница между агогикой Шопена и агогикой Баха. Это Шопен. Это Шопен. Второй вариант исполнения. Какой лучше? Нет. Второй скучный, правда? Свободы нет, нет чего нет. Дыхание. Правда? Это вокальная музыка, можно сказать, в буквальном смысле. Такой вполне могла бы быть какая-нибудь ария из итальянской оперы. Сколько угодно. Похожий хан. И вот если я буду аккомпанировать певцу, сможет он петь вот такое. Дыхание. Он скажет, ты что, думаешь, что ты самый главный? Что ты мне свои, ты дым, ты дым. Ты меня слушай. Правда? То есть дыхание певца определяет время. И я, концертмейстер, должен это время ловить. Вот он берет дыхание, и я должен вместе с ним, ему помочь. Любую шопеновскую мелодию возьмите. Вдыхание. Везде один и тот же принцип видите. Что угодно. В начале дыхание, и потом певец выдыхает. Воздух поет. Фразу аккомпаниатор должен за ним пойти, создать вот это движение. Фразу объединит. Это и есть фразировка у романтиков. Объединение. Работает ли это у Баха? Давайте посмотрим. Вот давайте какой-нибудь другой пример возьмем. Алиманда надеела уже. Скажем. Ну что можно взять? Баха. 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 Какой герой 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 Не работает. Если точнее, то работает не везде, а в меньшинстве случаев. Скажем, вот здесь попробуем. Дыхание. Работает? Работает. Потому что это вокальная музыка. Это альоза. Такой музыки у Баха, клавит на его творчестве, хоть немного, но она есть. Немного. Или... Это типичная хоровая музыка. То есть, та же вокаль. Работает. А вот в алимандии не работает. Придется к ней все-таки вернуться, хоть она и надоела. Не то. Какая-то другая агогика нужна у Баха. Очевидно. Ну что не то? Слышно, что интонирование поперек. Во-первых, все тем же гармонием, которые я показал. Поперек мелодического рисунка. Какая-то гораздо более детализированная агогика требуется в Бахе. И вот, пытаясь найти ответ на вопрос, какая, мы закономерно приходим к инструменту, которым Бах пользовался и которым думал. Композитор никогда не пишет абстрактную музыку, он всегда ее слышит в конкретном звучании. Мы слышим, скажем, в звучании фортепиано. При Бахе фортепиано уже существовало, но оно ему категорически не нравилось, он им не пользовался. Он пользовался клавесиной. И думал клавесиной. А на клавесине все немножко иначе, чем на рейдинге. Во-первых, на клавесине нету таких ярких динамических градаций. Вы не сыграете на клавесинах, а клавесина заметно громче и летише. Только если кнопочку нажать, регистр переключить. Но зато, в чем у клавесина выигрыш перед роялем? В динамике проигрыш. А в чем выигрыш? В артикуляции. Я взял звук на рояле и снял. Ну, снял и снял. Ничего особенного не произошло. Прекратился звук. Не более того. На клавесине есть сотни градаций снятия звука. Он так устроен. Соответственно, сотни на тысячи, я не берусь считать, градаций связи звуков. Мы на рояле привыкли к тому, что, ну, если легата, то, скажем, вся фраза легата. Или стаката. Мы не привыкли к градациям штрихов. Максимум, скажем, две ноты легата, две стаката. Да, такое тоже бывает. Это уже трудно. А вот клавесинист к этому относится иначе. Он относится к штрихам примерно так же, как мы, к динамике. Мы же не определяем для себя. Вот это я все буду играть громко. А вот это все буду играть тихо. У нас это как-то само собой получается. Правда? Какие-то тонкие оттенки динамики, которые мы реализуем вслед нашему внутреннему слугу. Мы слышим мелодию и интонируем. Точно так же клавесинист вслед своему внутреннему слышанию интонирует артикуляцию и связь звуков. Он не будет играть это сплошным легата. Это скучно. Он не будет играть это сплошным нон легата. Это еще хуже. А он будет искать... Я преувеличиваю сейчас, чтобы вы услышали. Он будет искать разные градации связи. Которые ему подскажут, что... Гармония, которая так часто меняется. Столько красоты в музыке. Столько всего интересного. Обидно пропускать все это. Мелодический рисунок. Конечно, гамму не будет так разнообразно интонировать. А поскольку мелодия вертится все время туда-сюда... Это тоже интересно. Вот я поставил проблему. Давайте сейчас я сыграю двухголосные инвенции подряд. У вас есть ноты уртекста. Почему уртекста? Почему не редакция? Потому что редакции писались или в 19 веке, или в стиле 19 века. Каждый музыкант, играющий Баха, должен создать свою собственную редакцию. Вот я вам хочу показать свою редакцию инвенции. Вам по нотам будет удобнее ее понять. Вообще я в инвенциях не пользуюсь педалью. У нас здесь очень сухой рояль, сухая акустика. Так что будет немножко педаль. Резиден. У нас здесь очень сухая. У нас здесь очень сухая. Его медвенчик. У нас здесь очень сухой. Так давайте оно suits немного. В полном виде усилитель. У нас здесь прекрасно, и это будет неприятный момент. Когда мы видим, мы помним в инвенциях. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.